Условия, максимально приближенные к настоящей больнице, созданы в медицинском колледже имени Ануревой. Через пять лет студенты станут настоящими медицинскими специалистами и уже смогут оказать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Ну а пока они делают все, чтобы сделать это максимально качественно. Владислав Локостов с детства мечтал стать врачом, чтобы помогать людям. После девятого класса он поступил в медицинский колледж и доволен своим выбором. Студент успешно применяет знания на практике. В учебном классе отрабатывает навык искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца и уже помогает людям. В больницах, когда надо было оказывать первую медицинскую помощь, переложить, сделать СЛР или что-то подобное, ввести внутривенные инъекции какие-нибудь быстро, отвезти куда-нибудь пациента. Ульяновский медицинский колледж имени Ануревой и еще три колледжа осмотрели журналисты ульяновских СМИ во время блок-тура. Новый формат интерактивных экскурсий позволил не только увидеть, но и испытать на себе профессии, которым ребят учат в колледжах. Блогерам показали, как обрабатывать раны, мерить давление, делать искусственное дыхание, пеленать новорожденных и как проходят естественные роды. В Ульяновском авиационном колледже, межрегиональном центре компетенций, блогеров встретили аплодисментами, научили управлять настоящим трактором, красить автомобили после ремонта, показали, как проходят занятия по управлению беспилотными летательными объектами. Будущий авиастроитель Антон Корнилов уже овладел слесарным мастерством. В первую очередь в авиации работа с листовым металлом заключается в изготовлении кронштейнов и частей обшивки воздушного судна. Сейчас я вам проведу мастер-класс по сверлению подготовки заготовки под клепку и клепку с помощью ударного кневмолотка. Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна предлагает выпускникам школ на выбор более 10 специальностей. Студентов обучают конструировать и шить одежду, делать стрижки и красивые сложные прически. Здесь же готовят специалистов по туризму и гостиничному делу. Все навыки можно отработать на практике и довести до совершенства уже в колледже. Здесь для этого есть все, что нужно. Учебный салон красоты, гостиничный номер и даже швейный цех. Если мы раньше строили чертежи конструкции на листах, то есть на бумаге снимали мерки, строили чертежи конструкции, то сейчас есть специальные программы. Это такие программы, как Ассист, Графис, Дженали, вот эти программы. То есть в этих программах можно построить чертежи конструкции. Но особенностью этих программ еще заключается то, что не только можно построить чертежи конструкции, выполнить техническое моделирование сложных моделей одежды. В Ульяновском техникуме питания и торговли блогеров научили своими руками оформлять бенто-торты и показали, как работать с тестом. Подробные экскурсии по учебным заведениям среднего профессионального образования Ульяновска провел заместитель председателя правительства региона Вадим Андреев. Вся идеология профессионалитета заключается в совместном достижении результата. Здесь не может кто-то один добиться успеха по одной простой причине. Здесь нужно взаимодействие образовательной организации, здесь необходимо взаимодействие с работодателем, заинтересованность работодателями, с консорциумом работодателей. Здесь, конечно, необходимы усилия власти. И здесь, наверное, мы с вами убедились, что плоды налицо. Плоды налицо почему? Это не только, наверное, в красивых стенах, конечно же, внешний вид наших образовательных организаций изменился. У нас появилось новое оборудование. Но главное ведь не в этом. Главное то, главное достижение, что мы строим с вами, главная цель, мы строим с вами современную, суверенную российскую экономику. Благодаря блок-туру представители новых медиа своими глазами увидели, насколько эффективно в Ульяновской области работает федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря профессионалитету планируется выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, совместив ее с запросами рынка труда. Это обеспечит занятость выпускников и даст импульс к развитию региональной экономики. Практика блок-туров будет продолжена.